Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Ах, Самара-городок, новое видео о любимом городе. А в политехе напечатали ждуна. Обнаружено самое раздражающее видео в истории интернета. Элвис Кокоду. Все это и многое другое прямо сейчас. В сети появилось официальное видео с презентацией Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Чтобы увидеть меня, нужно взмыть над облаками. Чтобы меня почувствовать, нужно услышать мою музыку. И увидеть меня танцующий. В моих венах огонь, в моих руках сила. Любовь, которая побеждает. Видео получилось ярким и красочным. Такую Самару мы знаем и любим именно сейчас. Красивую, самобытную, уютную и современную. Если вы еще не видели ролик, ищите его в интернете. Ставьте лайк и делайте репост. Это Самара. Ты узнал обо мне многое, но можешь узнать еще большее. Самара. Город-организатор Чемпионата мира по футболу 2018. В Самаре студенты политеха взорвали социальные сети. Учащиеся факультеты машиностроения разработали 3D-модель Ждуна. Отпечатали на 3D-принтере несколько фигурок из пластика и опубликовали фотографию ВКонтакте. И что тут началось? Общественность одолела ребят просьбами подарить им фигурку этого известного интернет-мема. Спрос не утихает до сих пор, поэтому сейчас разработчики раздумывают над запуском мелкосерийного производства и продаж таких вот сувениров. Но не все так просто. Технологии, которые команда факультета машиностроения отрабатывала на фигурке Ждуна, будут использованы и в более серьезных целях, например, для восстановления самарских памятников архитектуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В том числе инженеры САМГТУ будут восстанавливать детали советского штурмовика Ил-2, который вернут на кольцо проспекта Кирова и Московского шоссе. Жизнь города в твоих руках. Пришло время качать новые мобильные приложения «Моя Самара». Это целая информационная система, разработанная по поручению главы Самары Олега Фурсова. Любой житель города, зайдя на сайт или загрузив приложение, может не только сообщить о проблемах, но и высказать свои предложения. Достаточно просто сфотографировать то, что вас волнует или беспокоит, указать адрес или геолокацию, написать комментарий и нажать кнопку «Отправить». Оператор рассмотрит обращение и автоматически направит его в соответствующий департамент или район. Ну а вы будете получать уведомления на каждом этапе решения проблемы. В настоящее время на портале представлены такие разделы, как «Невывезенный мусор», «Несанкционированные свалки», «Нарушение правил торговли», «Расклейка объявлений», «Аварийные деревья», «Транспорт», а также подраздел «Обратиться к главе». В будущем новые информационные проекты или ресурсы также будут подключаться к «Моей Самаре». Так, в ближайшее время будет запущен проект «Самара. Мнение». Это мобильное приложение будет помогать проводить опросы общественного мнения. Термин «селфи», кстати, был добавлен в оксфордский словарь английского языка. И не делал селфи сегодня, наверное, только ленивый. И политики, и звезды, и дикие животные, и даже марсоходы. Но на днях психологи Мюнхенского университета подвели итоги исследований, посвященных селфи. Оказалось, что люди очень любят делать селфи, а вот смотреть на чужие, так называемые, «себяшки» не очень. Опрос, проведенный в сети, показал, что 82% респондентов с радостью предпочли бы социальные сети с меньшим количеством селфи. При этом участники опроса считают свои собственные селфи проявлением самоиронии и искренности, а вот чужие – чистой воды саморекламой и фальшью. Такой вот парадокс. Мол, селфи – это хорошо, а чужие – селфи просто отвратительно. Селфи сегодня действительно невероятно популярны. Если верить статистике Гугла, только лишь в 2014 году жители нашей планеты делали более 90 миллионов селфи. Сейчас это число, наверное, значительно больше. Некоторые врачи, кстати, считают, что увлечение человека фотографированием самого себя со временем может привести к расстройству психики и полностью поглотить его. Хотя, глядя сегодня на некоторых людей, волей-неволей отмечаешь про себя, что, может быть, эта теория не так уж и далека от истины, Будьте аккуратнее, делай селфи. Пользователи сети обнаружили самое раздражающее видео в истории интернета. Да что там раздражает? Оно реально бесит. Автор намеренно криво нарезает торт, режет помидор тупым ножом, пытается оторвать кусок скотча, провести ровные линии с помощью линейки, тасовать карты и нарисовать ровный круг. Но у него ничего не получается. А момент, когда он насыпает в одну тарелку M&M's Skittles, да что он за человек-то такой? Просто хочется найти его и посмотреть в глаза. И ведь ни меня, ни тысячи других человек не остановили предупреждающий комментарий, мол, лучше не смотреть. Сидели же и смотрели. Хочется верить, что во время просмотра ни один перфекционист не пострадал. Субтитры сделал DimaTorzok В сети набирает популярность видеоролик, в котором мужчина играет на гитаре песню Элвиса Пресли перед двумя белыми какаду. Один из них начинает пританцовывать под музыку и подбивает соседа, присоединиться к веселью. Собственно, птичка очень похожа на самого Элвиса. Хохолок какаду также очарователен, как, впрочем, и прическа легендарного музыканта. Но вы поняли, то самое чувство, когда тебе хорошо и весело, а друг твой в печали. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok